Мы сейчас, по вашим ощущениям, на плато, на пике эпидемии? Не на пике мы, на мой взгляд, и не на плато. Почему? Да по той простой причине, что у нас вчера поступило больше пациентов, чем позавчера. На мой взгляд, если мы дошли до пика, то, наверное, пациенты должны уменьшаться. Растёт или уменьшается сейчас количество пациентов, новых пациентов с тяжёлой формой заболевания? Сейчас практически у нас нет пациентов с лёгкой степенью тяжести. У нас в основном это средняя степень тяжести, тяжёлая и крайне тяжёлая. На сегодня с коронавирусными больными в 15-й больнице работают 670 врачей, 985 медсестёр и санитарок. С 27 марта приняли больше 6 тысяч пациентов с подозрением на коронавирус. Выписали больше 4 тысяч, продолжают лечение 1400 человек. Скорая привозит из центра более тяжёлых пациентов. Лёгкие пациенты, в принципе, могут находиться в самоизоляции и лечиться, но только с доктором можно лечиться. Вы сталкиваетесь сейчас с дефицитом кадров? Дефицита кадров мы не ощущаем. Я и сейчас буду говорить, что нам нужны доктора. Это есть. Что, конечно же, больница в основном специализировалась на кардиологии, кардиохирургии, неврологии, это хирургия, это офтальмология. Сейчас вот эти все доктора, они работают по всем отделениям. 15-я больница – самый большой в Москве центр по борьбе с коронавирусом. Для лечения больных с COVID-19 полностью перепрофилированы все три корпуса. Мощность после переоборудования – 1610 коек, из них 130 в реанимации. Два аппарата КТ, 188 аппаратов ИВЛ, два аппарата ИКМО, 15 аппаратов для диализа, 22 аппарата искусственной почки. Какие препараты сейчас вы применяете при борьбе с вирусом и какие методы лечения сейчас? Если сугубо только приехал с вирусом, мы ему начинаем назначать уже плаквинил. Если он попадает в определенное окошко и лихорадит, а таких очень много, которые лихорадка доходит до 40, и он просто 5-6 дней лихорадит, тогда подбираем определенные какие-то… Я сейчас не буду вдаваться в подробности, и мы вводим этот препарат, про который я вам сказал, Толицезумаб. Конечно, там немножечко с кровью проседается какая-то история, но действенность налицо. С чем, на Ваш взгляд, связано то, что одни болезни переносят очень тяжело, другие легко? Может, это зависит от пола, возраста? Зависит от сопутствующих каких-то заболеваний, заболевания сердца, эндокринной системы, там, сахарного диабета, онкология. Ну, наверное, шансов у 37-летнего мужчины, наверное, больше, чем у, наверное, 67-летнего. Почему в России при достаточно большом выявленном количестве заболевших такая небольшая, относительно небольшая смертность? Китайцы сюда приезжали, и мы с ними вели диалог, как кто лечит, что делаем. Я вот сам тоже связывался с коллегами из-за рубежа, и у нас уже то, что у Китая только не было, они нам вот поделились с нами. Мы уже какой-то обладали информацией, а когда ты обладаешь информацией, ты можешь что-то сделать. В некоторых странах сейчас, несмотря на то, что количество заболевших продолжает увеличиваться, начали снимать карантин, что вы думаете по этому поводу? Ну, давайте, допустим, снимем карантин. Будет вторая волна, третья волна, там, еще. Дальше мы опять будем откатываться, почему же мы так сделать? На мой взгляд, вот этого делать нельзя. Если мое мнение, я бы не снимал. На ваш взгляд, когда это время может настать? Прогнозов не могу дать. Я готов с вами встретиться, когда у нас будут уже пациенты меньше поступать, количество уменьшится. Продолжение следует... Продолжение следует...